Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Все готово к прямой линии главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова. Уже завтра в 17.30 вы сможете задать свои вопросы. Зов Родины благотворительная организация доставляет гуманитарную помощь на освобожденные территории ЛНР и ДНР. Орлята учатся летать. В Парке Победы дошколята торжественно вступили в Орлята России. Какие законы нужно соблюдать, чтобы быть примером для всех? Кавказ. Далекая страна. В Республиканской библиотеке прошли Лермонтовские чтения в честь 210-летия со дня рождения Великого Классика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вестям рассказала начальник управления главы правительства республики по работе с обращениями граждан и организаций Елена Белякова. В целом вопросы, поступающие от наших жителей на прямую линию главы Карачаева-Черкесии, касаются проблем общественного транспорта, расселения аварийного жилья, работы управляющих компаний, водоснабжения, газификации и популярной в последнее время темы обращения с ТКО. Актуальным на сегодняшний день является вопрос начала отопительного сезона. Прямая линия – это традиционная форма общения Рашида Борисбиевича с гражданами как инструмент обратной связи. По поручению главы республики вопросам и граждан уделяется приоритетное внимание. Это и письменные обращения, и личные приемы главы, и выездные мероприятия, и обработка обращений в социальных сетях. Из разных источников можно получить срез ситуации о том или ином населенном пункте по самым важным проблемам и заботам, волнующим наших жителей. Ни один из поступающих вопросов не остается без внимания региональных властей. К каждому обратившемуся направляется официальный ответ. Прямая линия, безусловно, не станет исключением. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов встретился с Муфтием Карачева-Черкесии Мухаммадом Хаджи Иркеновым. Руководитель республики поздравил его с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Карачева-Черкесии. Новый Муфтий столь же последовательно и твердо продолжит созидательную работу, которую вел наш уважаемый Исмаил Хаджи Бердеев, отметил Рашид Темрезов, и пожелал Мухаммаду Хаджи успехов в его непростой, но очень важной деятельности. Вот уже год, как в Карачево-Черкесии работает благотворительная организация «Зов Родины». Основная ее деятельность – сбор и доставка гуманитарной помощи военным госпиталям, детским домам и нуждающимся на освобожденных территориях ЛНР и ДНР. Данное объединение организовало около 50 отправлений груженных машин с самой необходимой помощью. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В течение года благотворительная организация «Зов Родины» под руководством Леона Салпагарова оказывает поддержку в сборе и доставке необходимой гуманитарной помощи. А именно точечно по конкретным заявкам, что гарантирует ее адресную доставку. Отрадно, что у нас много неравнодушных людей, которые оказывают нам поддержку в этом нелегком и благородном деле, отмечают работники организации. У нас республика всегда славилась тем, что очень много людей, которые хотят помогать, никогда своих в беде не бросают. Очень много, очень много людей, которые хотят помочь. И наша группа все время пополняется с каждым днем. И, естественно, помощи становится больше, что очень радует. Волонтеры благотворительной организации «Зов Родины» сами пять раз выезжали в Мариуполь и в города Донецкой Народной Республики, чтобы лично убедиться в получении и распределении гуманитарной помощи. Присоединиться к работе данной организации, внести свой вклад может каждый желающий. Наша группа занимается отправкой гуманитарной помощи в трех направлениях. Это непосредственно ЛБС, линия боевого соприкосновения. Это военные госпиталя на освобожденных территориях. И также детские дома на освобожденных территориях. Помощь идет со всех районов нашей республики. Люди очень отзывчивые у нас. У нас помощь бывает абсолютно разная. Так как и детские вещи, и продукты питания, и медикаменты, и различные гаджеты военные, то есть рации, и все такое. Люди активно помогают. Также гуманитарную помощь отправляют нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. За этот год, можно сказать, благотворительной организации «Зов Родины» проделана огромная работа. И мы также стараемся оказывать свою поддержку, уверяют представители администрации «Села Дружба». Данная организация на территории Дружбинского сельского поселения работает уже год. За этот год они сделали очень многого нашим бойцам, нашим солдатам. Помогают госпиталям, помогают детским домам. То есть мы очень благодарны этой инициативной группе «Зов Родины». Совсем недавно организация отправила очередной груз нашим бойцам в запорожском направлении. И сегодня представители «Зова Родины» продолжают активно служить на благо нуждающимся. Аляхан Эпшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-8036. В Карачаево-Черкесии облачный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки, в отдельных районах туман. Ветер северный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 3-8, в горах минус 2, плюс 3, днем 6-11, выше нуля и местами до плюс 6. Черкесский дождь, днем сильный, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Проект «Ребята-дошколята» стартовал в Черкесске. В Парке Победы состоялось торжественное мероприятие – вступление дошколят в Орлята России. В этом движении их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного. Поздравили дошколят руководства города. Альбина Ламкова продолжит тему. Посвящение дошкольников образовательных организаций города Черкесского Орлята-Дошколята началось с торжественного выноса флага и исполнения гимна Российской Федерации. В начале торжества ребята познакомились с легендой, в которой в далекие времена дети спросили совета у мудрого орла и вынесли главный урок жизни. Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта, верные друзья и опытные наставники. Дети часто любовались орлами, которые летают высоко в небе, не боясь преград. Однажды они обратились к мудрому орлу. Научи нас летать так же высоко и свободно! Не бойтесь трудностей, ответил орел. Дерзайте, пробуйте и помогайте друг другу. После чего почетные гости поздравили дошкольников с таким значимым в их жизни моментом. Сегодня мы все взрослые с большим удовольствием пришли на это мероприятие. Поздравить вас с вступлением в замечательные ряды организации Орлята-Дошколята. Вы сегодня все такие красивые, такие молодцы, так замечательно все пели гимн. Я думаю, что вы уже готовы пополнить ряды этой организации. И позвольте мне сказать несколько слов поздравления от мэра города Черкесска Алексея Олеговича Баскаева. Пожелали детям соблюдать законы Орлят, всегда быть примером для других девчонок и мальчишек. А еще во всех делах дорожить честью Орленка. Проект Орлята-Дошколята является первой ступенью российского движения детей и молодежи движения первых. В прошлом году в Черкесске был запущен пилотный проект в двух детских садах. Дети поработали по семи трекам. 31 детский сад города Черкесска и 27 детский сад уже вступили в Орлята-Дошколята. Ранее, годом раньше, в качестве пилотного проекта мы разработали нормативную документацию, уже немного поработали и подготовились к этому проекту. А сегодня торжественное вступление более 200 детей нашего города. В завершении торжества старшие наставники повязали новоиспеченным Орлятам фирменные галстуки, как символ принадлежности к содружеству, пожелав им гордости своим новым званием и достойно его носить. На сегодняшний день более 22 тысяч детей в Карачаево-Черкесской республике принадлежит большой детской организации Орлята России. Сегодня вы сделали очень важный шаг. Орлята-Дошколята – это лучшие в поведении. Орлята-Дошколята – это самые талантливые, это самые лучшие ребята. Я очень надеюсь, что с сегодняшнего дня чувство сопричастности к большой, крепкой, дружной семье Орлят России будет направлять вас в ежедневных событиях. Затем Орлята-Дошколята вместе с наставниками возложили цветы к вечному огню на аллее героев. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии проходит неделя «Белой трости». В рамках этой акции в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих провели встречу с гостями из Москвы. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Жизнь незрячих, ну, всем понятно, и окружающим, и самим незрячим, это дело очень непростое. Вот, здесь главное не опускать руки, не впадать в депрессию, то есть искать какие-то точки опоры. Для всех это разные. Для кого-то работа, для кого-то образование, для кого-то путешествие, друзья и так далее. Семья. Вот. И опять-таки из этой трудной ситуации все люди выходят по-разному. Кто-то для ориентировки пользуется навигатором. Её навигатор – четвероногий друг. Ирина Андреева не доверяет техническим средствам. Ей ближе сочетание троси и, конечно же, собака-поводырь. А всё, что вызовет вопросы по месторасположению, можно спросить, говорит она. Ирина приехала из Москвы вместе с супругом Мухаммедом. Он родом из нашей республики. В семье у них двое детей. Недавно родилась внучка. Из-за травмы супруг тоже стал незрячим. Конечно же, родители по жизни. Помогают дети по необходимости. Помогают собачке. Это моя четвёртая собака. Проводник. На данный момент это овчарка немецкая. Доли. Ей три года. Причём наши собаки работают очень много. Вот сюда мы сейчас приехали не на такси, а на автобусе. И от автобуса уже своим кодом. Причём Доли эту дорогу не знает. Она шла первый раз. Проблемы со зрением у Ирины Андреевой начались трёх лет. До этого момента всё было хорошо. После травмы зрение стало постепенно ухудшаться. Окончательно было потеряно после 20 лет. Из-за сопутствующих проблем учёба проходила в специализированной школе-интернате в Москве. Несмотря на жизненные трудности, она смогла найти своё призвание. Окончив медучилище в Кисловодске, стала профессиональным массажистом. Проработала 33 года в детской поликлинике. Совершенно не страшно брать на руки и крутить верстеть внучку полуторамесячную. В жизни Ирины большую роль играет собака-поводырь. Она способна не только вызывать положительные эмоции, но и выполнять роль верного помощника, который сопровождает по пути на работу, домой, помогая справляться с ежедневными трудностями. Это животное становится неотъемлемой частью семьи и приносит радость и поддержку каждый день. Собак-поводырей воспитывают в специальных центрах. Выдают не всем. Есть определённые требования. Собака даже самая умная не рождается поводырём. Вначале незрячий человек должен научиться ориентироваться с помощью трости. Затем он проходит нужный маршрут самостоятельно. И только потом показывает собаке. Незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря по закону имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. В республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих Ирина пришла с супругом Мухаммедом. Они вместе с мужем поделились своим опытом и знаниями. На встрече присутствовали и слабослышащие. Поэтому работал сурдопереводчик. В России всего три школы по подготовке собак-проводников. Если сравнивать с другими странами Европы, где на сравнительно небольшой территории находится несколько школ. Поэтому ожидание в очереди собаки-проводника занимает где-то от года до двух лет и бывает дольше. Ее история вдохновила многих присутствующих и показала, что даже самые серьезные жизненные трудности могут быть преодолены с помощью веры, поддержки близких и умения адаптироваться к новым условиям. В Республиканской библиотеке прошла встреча творческой интеллигенции в рамках литературного фестиваля «Лермонтовские чтения». Мероприятие посвящено сразу двум важным темам – 210-летию со дня рождения великого классика отечественной поэзии и изданию «Альманаха» с произведениями членов Союза писателей. Подробности в сюжете Артур Амгцы. 210-летний юбилей со дня рождения великого поэта России не мог пройти в Карачао-Черкесии обыденно. Тем более, что для Кавказа Михаил Юрьевич Лермонтов имеет особое значение. Михаил Юрьевич Лермонтов всегда ассоциируется с Кавказом. И мы не могли бы не отметить этот день. Литературное сообщество тоже со своей стороны отмечает такие дни. И главное то, что мы сегодня все собрались и вновь говорим о литературе, об искусстве, о культуре. Это то ценное, что объединяет нас. Это объединяет все народы. Прошедший в библиотеке имени Халимат Байрамукова фестиваль «Лермонтовские чтения» собрал представителей творческого сообщества Карачао-Черкесии. Произведения многих участников форума стали частью «Альманаха», издание которого было поддержано региональным министерством культуры. Проект двухлетний, собрал практически всех наших писателей на неживущих. И я думаю, тот небольшой тираж, который мы сейчас представляем, в основном это авторские экземпляры и экземпляры для библиотек, будет доступен не только тем, кто придет в библиотеку, но и тем, кто сможет онлайн скачать это произведение, полностью познакомиться с нашими писателями. И уже немножко прикоснувшись к их творчеству, сходить в библиотеку и там уже взять какие-то книги из их обширного творчества. Это издание произведений поэтов и писателей Карачао-Черкесии, как определенная вершина, которую достигло воссозданное пару лет назад Республиканское отделение творческого объединения. Работа, которой по праву могут гордиться все участники проекта, от руководства профильного ведомства до редколлегий и авторов. Альманах в нашей республике издается впервые. До этого и даже при советской власти мы хотели издать. Но писательская организация этого не получилась. Нужны деньги, а денег-то и не было тогда. В последнее время, конечно, у нас отношение наших руководителей республики к писателям, к поэтам, творческим работникам изменилось. Они уделяют большое внимание. Альманах, он сам по себе есть явление истории литературы, есть явление сохранения литератур народов Карачао-Черкесии. И такая необходимость существовала уже давно. И вот, наконец-то, мы получили этот альманах. Будем листать и знакомиться с материалами, которые там опубликованы, появились. В этот день чествовали участников конкурса чтецов. В рамках заседания круглого стола обсуждали популяризацию произведений поэтов и писателей Карачао-Черкесии, в том числе за счет песен и фильмографии. А также наметили перспективные планы, стоящие перед региональным творческим сообществом. Артурнг Целибастанов. Вести. Карачао-Черкесия. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Цвет граната». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»